Добрый вечер! У эфиры программа для тех, кто цикавится станом экономики своего региона. У что-то дневом проекте экономичная доведка, актуальная информация по разных направлениях. Глядите в выпуску. У Беларуси изменилось законодавство в сфере лицензования. Концерн «Беллехпрам» выступил с пропановой, да вытворцов заработать для индивидуальных предпринимателей и льготные умовы набития товаров. Проанализуем, как изменились цены на каштовные металы в выработках и ломах, которые скупляются у физических особ. А сейчас до подробностей. У накерунку удосконаления законодавства в сфере лицензования в Беларуси заработлено немало. Чарговым этапом стало уступление в силу основных положений указа номер 475 1-го соковика. С этой даты лицензии стали бестерминовыми. Колкость лицензуемых видов деятельности скоротилась с 37 до 36. У приватности указ замоцовывает критерии относения видов деятельности до лицензуемых. Лицензирование воспринимается многими как система ограничений на осуществление отдельных видов деятельности. На деле, чтобы получить лицензию или специальное разрешение, необходимо соответствовать определенным стандартам. Государство в данном случае позволяет защитить интересы потребителей и обеспечить качество и безопасность хозяйствования. Кроме того, лицензирование позволяет оградить бизнес от недобросовестной конкуренции. В лице тех, кто не задумывается о безопасности потребителей, живет сиюминутной выгодой и невольно снижает норму прибыли в отрасли. В частности, долгожданной для многих субъектов хозяйствования стала отмена ограничений по сроку действия лицензии. То есть лицензии, выданные после опубликования 475 указа и до момента его опубликования, становятся бессрочными. Приятным дополнением стало уменьшение общего количества лицензируемых видов деятельности, а также документов, необходимых для получения специального разрешения. Отзнашим, что с первого соковика специальный дозвол уже не потребуется для жития в линии деятельности в галине вытворчестве кольоровых металлов и предоставления укористания каналов электросовязи в сфере медицинской деятельности и обеспечения пожарной безопасности. Вместе с тем, по отдельным видам деятельности были введены дополнительные лицензионные требования и условия. Это касается таких видов деятельности, как медицинская, страховая деятельность, фармацевтическая деятельность, судебно-экспертная деятельность в области оказания риэлторских услуг и использования атомной энергии. Несоответствие или невыполнение этих лицензионных требований или условий, установленные указом сроки, ведут к приостановлению действия лицензии. Концерн «Беллег Прама» выступил с пропановой, давитворцев заработать для индивидуальных предпринимательников и льготные умовы набития товаров. В приватности для представников малого бизнеса была проведена серьезная информационная работа. Вытворцы в сфере легкой промысловости стали активно працевать в этом направлении. Переглядили умовы поставки продукции. В вынику для индивидуальных предпринимательников продоглеженный от терминовка платежу махчима замена товаров. Треба означать, что на Гомельщине выпуском товаров легкой промысловости займается десяток предпринимателей «Беллег Прама». И в приватности компания «Коминтерн». Гэта фабрика в Беларуси является лидером в вытворчестве мужчинских классичных костюмов. По словах ее керауниства, предпринимательство с працовниками малого бизнеса супрацовничшее уже не первый год. А продоставить для проверенных часам надзейных партнеров особливые умовы, например, за терминованием платежа не уявляет тяжкости. Так, в принадлежном выполнении договора от терминовка может складать до 60 иден. До речи у некоторых вуйных беларуских вытворцев я наденущее до 30 иден. Сегодня действительно мы пытаемся свою продукцию широко рекламировать и на большом рынке продавать. По Республике Беларусь, я не скажу сколько много, но частные предприниматели, индивидуальные предприниматели, у нас где-то чисто всего это, конечно, мало. 16 человек, по России 24. Конечно, на такой огромный рынок, как Россия, это совершенно, но мы в россиянах на сегодняшний день более уверены, потому что мы там чисто отдаем по предоплате. Здесь, по Беларуси, немножко сложнее. Однако, рыба значит, что в таком супрацовничестве не все бизнесмены бывают добросумленные. Мы тоже научены горким опытом, работая с некоторыми предпринимателями, которых мы сейчас уже не видим, ни их, ни товара. И, в общем-то, вылавливая их и по судам, товар этот, в общем-то, канул уже в никуда. Поэтому мы тоже действуем осторожно. Мы очень тем, которые зарекомендовали себя годами, мы даем осрочку платежа и до 6-10 дней. Даем скидку соответствующую, хотя мы каждому предлагаем скидку. Беллихпром так само пропоновал взаимодействие с ИП у сферы распроцовки модели оденья. И требует означать, что у приватности на фабрику Коминтерн с такой инициативой предпринимательники уже взвертались. Я работаю здесь уже с 2003 года. Был один из таких претендентов, которые пришли со своими предложениями. Но они до того были примитивные и мелкие. И, в общем-то, в принципе, в основном это касалось женской одежды, а не мужской одежды. И что мы, в общем-то, посмотрели и ничего нового они не предлагали, учитывая, что наша база сама по предприятию очень сильная. У нас конструкторское бюро, шикарные умные девушки, значит, экспериментальный цех, технологи. И это мы все делаем очень качественно и красиво. Наши люди выезжают в Париж, они выезжают в Милан, в Китай. Лучшие выставки российские. Там, где мы можем позаимствовать, чтобы у нас было направление европейское. И мы могли в самом деле эти вещи очень красиво сделать. На этом Коминтерн не спыняется. И сейчас разглядывает новые шляхи взаимодействия с представниками малого бизнеса. Компания запустила в вытворшись новую коллекцию костюмов «Церемония». На даденый момент специалисты працуют над формированием портфеля заказов. Назва новой коллекции говорит сама за себе. И она призначена для особливых урочистых мероприемствов. Тому церемонию плануется реализовывать праздневеликые гандлевые кропки. Например, весельные салоны. На думку экспертов, предприемства «Белолехпрама» эту нишу еще не заполняли. Напевно, такое супрацовнество предприемства «Белолехпрама» и индивидуальных предпринимальников в худшем часе дать свои станучие выники. По утверждению этому, имкнение до взаимодействия других вытворцев концерна, которые ведут деятельность, на территории Гомельской области. Так, например, как нас заповнили на фабриках «Реческий текстиль», «Надекс» и «Восьмого соковика», особливые умовы для развития бизнеса с предпринимальниками действуют и на этих предприемствах. Министерство финансов Беларуси повысило цены на каштовные металлы в выработках и ломе, которые набываются в физических особах, а кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями каштовных металлов в виде мерных злитков и монет в физических особах. Это выникает из постановы Минфина номер 12 от 26 лютого, которая опубликована на национальном правовом интернет-портале. Цена за грамм золота в выработках и ломе повеличилась на 12,8%. Кошт платины 950-й пробы в выработках и ломе вырос омаль на 12,4%. Серебра в выработках и ломе скупляют дорожей на 12,5%. Цена за зубные протезы элементы зубных протезов с утрыманием золота 900-й и 750-й пробы выросла на 12,8%. Грамм деталей зубных протезов серебна Паладыева госплава будет каштовать 62 130 рублев. Постанова уступила в день с 10-го соковика, а в прошлый раз цены на скупку выработки и ломы с каштовных металлов у физических особ в Беларуси повышались 15 лютого 2016 года. Гэта была опошня информация. Я с вами развитваюся. У студии працавала Татьяна Болгова. Наступный выпуск программы «Глядите простыдень». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова